К заключительному домашнему матчу в этом календарном году ивановские болельщики готовились так же тщательно, как и футболисты. И действительно, поддержка фанатской трибуны текстильщику была нужна. Ведь соперником его на этот раз стал Мурманский Север. Сильная команда. Борис, пола, текстильщик навсегда, не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся, не гадься. Соблюсти традицию забить быстрый гол гости ивановцам не позволили. Первый опасный момент произошел только по истечении 10 минут игры. Опасно играл и соперник, но точности удара не хватило. Силы команд оказались равны. В первом тайме голов забито не было. А во втором начался настоящий ливень, который, возможно, и помешал обеим командам. Итог встречи – нулевая ничья. Могу сказать, что просто здесь никогда в футбол мы не играли. Соперник, кайца, серьезный. Соперник, кайца, такой, игровой. Хорошо двигаются футболисты, кайца, видно, что идет упор. Сегодня они сыграли, кайца, гораздо лучше, нежели кайца у нас дома. Сегодня была комбинационная игра. Тренер Ивановцев увидел причину нулевой ничьей в том, что футболисты слишком хотели победить. Ну и дождь немного помешал атакам. Хотел бы болельщиков поблагодарить, кто пришел. Погода вроде и такая не очень была. Тем не менее, люди пришли на стадион. Единственное, нам не удалось забить мяч, чтобы выиграть эту игру. Ну, опять же, работать. Несмотря на ничейный результат, текстильщик остался на первом месте первенства и даже сумел упрочить свое положение. Команда Тосна, буквально дышавшая нашему футбольному клубу в затылок, наконец потерпела первое в этом сезоне поражение. Ее отрыв от текстильщика увеличился до трех очков. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.